МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба от телеканала Оркин Медиа в студии Ольга Сивуха. Смотрите сегодня в выпуске. Меры пресечения почти 40 балхажцев с начала года арестовали за мелкое хулиганство. Если все-таки отрицательных моментов больше, поэтому назначается уже арест. Как заработать на лайках? Конкурс от компании Оркин Медиа и Алтынарнам. Победители выбирают сами балхажцы. Мужчина, который поет, корреспонденты Оркин Медиа встретились с балхажцем, который покорил горожан песней в автобусе. С начала года 70 балхажцев отправили в изолятор временного содержания за административные нарушения. Самая распространенная причина ареста – мелкое хулиганство. По этой статье к аресту приговорили почти 40 человек. Еще 13 оказались в камере за неисполнение приговора суда, 10 – за нарушение защитного предписания, остальные – за ДТП, вождение в пьяном виде и семейные конфликты. В изоляторе задержанные провели от одних до 20 суток. На этой неделе 41-летнего жителя города осудили на 5 суток за неуплаченный штраф в 11 тысяч тенге. А 24-летний молодой человек попал в изолятор временного содержания на 20 суток за отказ проходить медицинское свидетельствование и вождение без прав. При назначении наказания учитывается именно личность правонарушителя, то есть характеристика его, привлечение к административной ответственности, сведения, иметь ли доход для того, чтобы выплатить штраф, назначенный судом. Если все-таки отрицательных моментов больше, поэтому назначается уже арест. Больше 350 балхажцев за две недели обследовали на передвижном флюроаппарате. Несколько человек специалисты отправили на повторное обследование. Свой маршрут. Машина с медиками начала с микрорайона Куныра, далее по расписанию флюрообследования прошли жители поселков Тексна, Примбаза и Рабочий. Последний день завтра аппарат будет сканировать жителей станции Балхаш. По результатам двухнедельного путешествия флюкара у нескольких человек выявлены подозрительные изменения в легких. Для установления точного диагноза их направили на повторное обследование. Есть, конечно, некоторые задержанные. После нашего снимка результаты снимок поступает наш городской тубиспансер. Там врач-рентгенолог смотрит снимки, да, обследует, а после этого уже дается заключительный результат. В продолжении медицинской темы. Балхашцев приглашают пройти обследование у колопрактолога. Специалист диагностического центра проводит день открытых дверей. Принимать пациентов врач будет в эту субботу, 17 марта, с 9 до 12 часов дня. Попасть на прием жители города смогут без предварительной записи. При себе нужно иметь удостоверение личности. Врач-колопрактолог проведет первичный осмотр, а при необходимости направит на дообследование. На сегодняшний день в Балхаше на учете по колоректальному раку состоят 46 человек. С начала 2018-го такой диагноз поставили четырем балхарцам. У кого есть жалобы, у кого есть недиагностированные периодические кровотечения, прямо кишечные, это все надо уточнить. Не обязательно иметь направление. Достаточно прийти в 227 кабинет, рассказать свои жалобы доктору. Балхарские спасатели напомнили рыбакам о правилах безопасности на льду. С начала недели специалисты просят уже воздержаться от выхода на лед на автотранспорте. Обозначили места на озере, где вообще находиться запрещено. Как соблюдают правила, сотрудники ЧС проверили во время рейда вместе с нашей съемочной группой. Житель Балхаша Булат Алдажанов сегодня выбрал клевое место. За час на крючок попались больше десятка лещей. Опытный рыбак открыл сезон зимней ловли еще в ноябре, но уже сейчас время на льду проводит меньше. А перед выходом тщательно проверяет маршрут. Мы, может, с недели уже не ездим. На лед пешком ходим, потому что под берегом уже везде вода, лед тает. Опасно, в общем, на машине заезжать. Прежде чем идти на лед, мы проверяем метр от себя. Если лед толстый, значит, можно проходить. Если провалится, значит, уже опасно. Толщина льда сейчас на отметке около 60 сантиметров. Уровень некритичный, но свойства покрова уже не позволяют выезжать на него на большом транспорте. Выходить на промысел разрешено пешком. Полный запрет вступит в силу, когда лед отойдет от берега. Если вы все-таки выехали, несмотря на погодные условия и на состояние льдового покрова, звоните по телефону 112 службы спасения. Также имейте с собой сотовые телефоны, веревки, шансовые инструменты, спасательные жилеты, которые как бы некоторое время вас удержат на плаву. Сегодня спасатели ознакомились с правилами безопасности рыбаков района Ботанического сада и Зеленого мыса. Проводить рейды специалисты будут до конца месяца вместе с сотрудниками природоохранной полиции. Последние будут штрафовать нарушителей. Ахмарал Хасина, Мурат Булатпеков, Уркин Медиа. На этой неделе верующие мусульмане отметят один из главных праздников в исламе – Маулит – день рождения пророка Мухаммеда. 18 марта во Дворце культуры пройдет духовный вечер. Торжественное мероприятие начнется в 11 часов. Его посетит главный имам области Омирзак Кажиби Кожа – религиоведы и преподаватели основ религии. Они будут читать проповеди и повествовать о жизни и рождении пророка. На вечере выступят известные казахстанские аквены – Дидар Камиев, Максат Аканов и Айбад Жумагулов. Вход для желающих бесплатный. На вечере в честь праздника Маулит мы будем праздновать день рождения пророка Мухаммеда. 18 марта в 11 часов жители города могут прийти и поучаствовать. Ролик с поющим пассажиром автобуса в Балхаше посмотрели уже больше 13 тысяч человек. Видео стало популярным всего за несколько дней. В комментариях балхашцы восхищаются талантом исполнителя. А наши журналисты отыскали героя ролика и узнали о той самой поездке, которая сделала его знаменитым. Это видео всего за несколько дней набрало больше 13 тысяч просмотров в социальных сетях и на портале YouTube. Его сняли в автобусе номер 16 8 марта. На кадрах видно, что один из пассажиров исполняет песню «Небо над землей». Хотелось, чтобы молодежь, конечно, больше духовной жизни. Героем ролика оказался 68-летний Александр Самохвалов. Таким креативным образом он решил поздравить жительниц Балхаша с женским праздником. Я зашел в автобус, я направлялся на дачу. Но со мной была аппаратура музыкальная, которую я всегда, можно сказать, с собой вожу. Ну, 8 марта, есть 8 марта, как раз на остановке зашло человек 5-6 женщин, сидело на строй мужчин. И я спел песню, и я увидел, как у людей поднимается настроение, особенно прекрасных наших дам. Александр Самохвалов всегда шел с песней по жизни. До пенсии он работал технологом, всегда участвовал в концертах и фестивалях самодеятельности. Сейчас на заслуженном отдыхе каждый день уделяет несколько часов музыкальному хобби. Начинает распевку с любимой песни «Алья». В репертуаре Александра Самохвалова есть и народные композиции, и классика. Он поет на разных языках, участвует в городских концертах. Но славу неожиданно принесло ему всего одно выступление. В автобусе для балхарских женщин. Вы прекрасны, полны. И это откровенно. Я вам скажу, что вам надо хоть и в день пару прекрасных слов, и вы будете все время улыбаться. Виктория Буханцева, Мурат Бладбеков, Оркин Медиа. Телеканал Оркин Медиа разыгрывает 10 тысяч тенге. В честь Наурыза мы проводим конкурс фотографий в национальных костюмах. Условия просты. Нужно разместить снимок в традиционной одежде любого народа в Инстаграм. Поставить хэштег на Орес Оркин Медиа и отметить пять друзей. Страница должна быть открыта. Участвуют только жители Балхаша. До 20 марта мы выберем пятерых лидеров по лайкам и запустим голосование на сайте orkinmedia.kz. Итоги подведут 26 марта. Победитель получит главный приз – 10 тысяч тенге от спонсора компании «Алтын Арна». Также участников ждут утешительные подарки. На данный момент всего около 30 участников. Нужно обязательно выполнить все условия конкурса. Победители выбирают сами балхашцы. Тот, кто набрал большее число голосов, станет победителем, обладателем от 10 тысяч тенге. А первые, вторые, третьи места получат утешительные призы. Завтра в 20.30 на Оркин Медиа итоговый выпуск новостей. Расскажем, чем запомнилась уходящая неделя. А на сегодня все. Всего хорошего. До свидания.